Ну вот сегодня у нас 28 октября 2019 год. Вот что, кушаем? Да, вот с братом мы тут обедаем сидим. С Владимиром Владимировичем. Это вот... Варий гриль, он затек. Печеная все. Вот, свеколка запеченная. Лепешечки постряпали. Аппетитные. Вон они, видно, что пропеченные. Хорошие. Две штуки, вот мы считаем, почти полтора съели сразу. Налимник один. Налимник один, да. А так кто привез? Иван. Иван, да. Вот еще толчонка сделана. Сейчас попьем. Ну вот, решили хлеб. Я поехал опять очередной раз хлеба постряпать. Раз в неделю приезжаю. Вот так лежи. Достану оттуда. Угу. Так. Что у меня? Полотенцем надо, да? Ну, не обожжечься, что? Так. Надо оно включить свет. А там закрыть шторку. Чтобы не отсвечивало, а то туман идет. Попробуем. Хорошо. Так, все готово. Все. На этот раз сделали по совету, такая сестра есть, Галина Влеськая. Попробуем. Она посоветовала тесто навести до нормального состояния. То есть, чтобы от рук отлепало. То есть, плотность должна быть хорошая. Вот. И поставить. Прежде прогреть печку, прогреть. И поставить на максимум. Ну, у нас максимум 200 мы поставили. Больше это нельзя тут. Вот такой красавец. Угу. Да. Ух. Милость больше. Ах ты. Одна выпала? Да. Одна выпала, да. Ну, пускай постоит немножко. Пускай постоит. Ну, вот она. По размерам. Ничего себе. Кирпич. Да. Он поднялся в печке вообще. Вон, насколько поднялся. Видно, что про это он. Ох-ох-ох. Считай, наполовину поднялся. Да. С моей головой он сравнить можно. Да. Вполне. Очень-очень могучая. Ну, пускай ты, это, на мокрое, тряпку намочи вот эту. Не-не-не. Ничего не надо. Само отпарится? Да-да-да. Всё пойдёт. Ну, раз выпало, да. Просто она там сырить будет. А зачем нам сырить? Так. Так. Ну и духовное, что мы имеем. Духовное от этого то, что ты сделал. Слушай, почему такое мусно так видно, а? Этот цвет мешает? Удача-то она, она по ходу дела запотела. А-а-а. Просто, просто отпотела она. А почему отпотела, что-то непонятно мне. Всё, ушло. Ушло. Это испарина была? Да. Надо же такая. Как оно там здесь? Как оно бывает? Ну, а я думаю, ну что такое? Шторки закрыли, всё, свет включили, а всё, в тумане. Съёмка такая странная. Ну, что у нас известно про хлеб? Про хлеб? Слово Божие. Что мы можем вспомнить? Пускайте хлебы по водам, они обратно вернутся к вам. О чем эта вещь у нас? О том, что нужно милосердие творить этим людям. Милостынь, да? Милосердие, да. А ещё написано так, что чужой хлеб сладок. А-а, это уже про... Но потом горько вообще будет. Да, да, да. А ещё тоже написано, что хлеб укрепляет сердце человека. Укрепляет сердце. Ну и вообще про хлеб написано, что тернии и волчцы произрастит земля тебе, и в пути лица своего будешь вкушать хлеб свой. Тернии и волчцы. Вот это вот из терниев и волчцов вырос наш хлеб. Да. Его культивировал человек, лелеял. И вот видишь что. В блокадном Ленинграде было 9 тонн разных сортов. Прижевальский, когда ездил по Азии, он набирал разные сорты пшеницы. У них там всякие разные. Для чего? Чтобы лучшие сорта скрестить и сделать нашу российскую пшеницу. У него получилось это. Для Сибири там и так далее. И всё это хранилось в Санкт-Петербурге, конечно. Потом будущий Ленинград. Сейчас опять, слава тебе Господи, Санкт-Петербург. И во время голода, когда люди умирали, этот зерновой фонд не тронули. Даже тяжело поверить. Но такие есть цифры, что от голода умерло 7 человек профессорского состава. Доценты, профессора. Которые могли вполне потихоньку себе там семенного фонда где-то посыпать, мучиться, где-то там болтать. И они на это не пошли. Представляешь, как люди понимали ценность пшеницы хлеба. Хлеб всему голова. Да. Есть такая пословица. Хлеб. Ну и взять братья наши там трудятся. В Потеряевке. Ну как, Игорь Барабаш, да. Амбар построил ещё больше. Потому что хлеб требует заботы. Видишь, дом для хлеба, можно сказать. Но он же построил стоит цель, чтобы без хлеба. Кстати, в Ифлеим переводится дом хлеба. Ну да, да. А почему? Наверное, ну и также вспомним, что пшеницы не было еды. Иосиф в Египте, когда стал вторым по фараону. Отцом. Фараон его называл своим отцом. То ли он молодой был, то ли он просто такой умный, что он удивился им. Просто был ошарашен его гением. Да, да. И он строил, столько построил житниц. И недавно археологи откопали эти житницы. Ну то есть никто же не верил, что это было. А теперь откопали житницы. И решили проверить библейскую легенду, как они говорят. В Египте это всё было там, прямо вдоль Нила. Нашли 300 или 400, сейчас даже не скажу сколько. Вот этих хранилищ для хлеба. Они были очень интересные. То есть они были полностью закрыты, как купол. Как Петропавловский дворец или собор Петропавлов в Риме. Такой вот. Их посчитали объём. Высотой они метров 9. Шириной где-то метров 5. Ну в диаметре получается. И на конус вот так вот они идут. А заход туда чуть ли не под самым куполом. И когда спрашивают, а почему такой заход? Ну как говорит, почему? Туда засыпали, засыпали. А чтобы, ну когда уже холм-то образуется от входа, от этого засыпки. Туда человек залезает с лопатой. Или несколько. И начинают разбрасывать уже. И всё. И забрасывают. А под самую завязку-то не надо. Надо, чтобы продушина была. Ну да. И там ещё какое-то интересное, они какие-то двойные там полы. Что как просушка была. Ну то есть вот аэрация там. То есть не интересная. Ну да, да. Они не простые были. То есть там пришлось потрудиться. И когда они ну прикинули вот это всё, посчитали и сказали, что здесь по тем временам сколько жителей, здесь хватит, говорит, лет на 10, говорит. Вот. Столько заготовлено. Здесь только. Но это же, говорит, ещё не всё. Ещё где-то народ было. Представляете? Дело в том, что там же написано по городам. То есть там ни в одном месте. Да, да, да. Ну нашли вот недавно вот именно около Нила всё. То есть и библейская легенда становится уже былью. Вот что значит хлебушек. Реальность установлена. А через это он встретился с братьями. Через это он получил, они получили благословение и прощение от него. Он получил благословение от отца, от младшего брата. Сердце его оказалось ещё более трогательным, чем до того, как он туда попал. То есть и ему это на пользу пошло. Ну да. Он к братьям относился тогда, может быть, несколько пренебрежительно. Ну ещё бы, как молодого отец возвышал его. Ну да. А теперь братья для него стали неотъемлемой частью его жизни, как дыхание. Он, наверное, вспоминал, плакал в тюрьме-то сколько. Его удержал страх Божий. Страх Божий, я думаю, прощение. Он уже их простил тогда. Уже будучи в тюрьме и так далее. Потому что он так сохраняет себя, как он сохранял. Он мог бы привилегиями пользоваться. Женщина-красавица, что ещё. Потихоньку бы там трудился с ней вместе и всё бы у него было. Ну, как многие делают. Помер бы гадом. А так в тюрьму засадило. Ну, в общем, прошёл все круги, как говорится, ада. И Господь вывел его. Огонь и воду и медную трубу. И всё это хлеб. Хлеб, да. А у них, видишь, хлеба не было. Урожая нету. У них там это Аравия. Так там египтяне-то всё сперопродавали. Потом самих себя в рыбы отдали. То есть всё это. Да. Хлеба, да. Пять лет они пытались выкрутиться и не смогли. Ну, а потом и пирамиды можно строить уже. А, может быть, и до того ещё строили. Хотя это был, если так брать, где-то, получается, тысяч... Ну, около двух тысяч лет дождества пристроили. А, брат, как можно сравнить? Вот египтяне, как я понял, они свободно жили до того, как отдали себя в рабство. Ну, да. А какую свободу можно сравнить? С нашей можно сейчас сравнить? Свобода какая? Да, да. Примерно хотя бы так. Ну, тогда же... Понятное дело, что они там с сельским хозяйством... Тогда же не было там ни милиции, ни чё там. Знаешь, я тебе сейчас скажу, хочу сказать. Недавно... А, вот я читал, думаю, чё ж читал. Читал Эгейская цивилизация. Две тысячи, три тысячи лет до Рождества Христова. И там на некоторых островах не могли найти ни одной крепости. Ну, того времени нету крепостей. То есть, о чём это говорило? Люди жили безмятежно вообще. Помнишь, как этот... Прибежал там... Эти... Эти... Книга Судей. Когда поехали сыны Дановы искать себе место, где бы им поселиться. Когда захватили Палестину. Землю обитованную. И там Миха был такой. Который взял в матери посвящённое Богу. А она в Иерусалим не могла прийти. Отдала ему там эту тысячу сиклей. Он взял из них 200 сиклей серебра. И сделал литого кумира. И начал поклоняться ему. Мать его назначила священником. А нет, какой-то левит там проходил по пути. Они его назначили священником. Миха у него прислуживает. И всё молится сами себе. Всё хорошо у них там нормально. И вдруг сыны Дановы. И они туда заехали. И там проезжая через одну землю Луз. Они посмотрели. И народ там живёт беспечно. Нет у него невысоких стен. Нет у него охраны никакой. И всё. Это о чём говорить. Не то, что же они там дурочки ходили. Ясно, что жили без мятежа. Никто не нападал, пока евреи не пришли. Не повезло им. Не повезло, да. Господь сказал повеление. Всех выбивайте. Да там они же есть и хорошие. Да видишь, у них ни воровства, ничего нету. Палочки даже не подпирают в дверь. Когда уходят. Не то, что там замок. Нет. И то же самое в те времена. Люди жили беспечно, свободно. И так же в Египте было до поры до времени, пока евреи не появились. Надо было везде их держать. Ну, чтобы наоборот всё было. Там евреев везде держали. Ну да. И держали, видать хорошо, потому что надсмотрщик бил, и это возмутило Моисея, когда он убил надсмотрщика египтянина. Не просто так же возмутило. Главное как-то эти увидели, там видимо евреи рядом. Ну вот есть такой фильм, называется Моисей, по-моему так и называется. Там же написано, он осмотрелся по сторонам, что никого нет, он раз и убил его. По-моему так называется Моисей. Это не так давнешний фильм, где-то наверное 2010 года или 2012. Ну как бы он мне не очень понравился, я его даже до конца не досмотрел. Но там показано, как притесняют евреев. Вот так нигде не показывали. Нет, в мультике Принц Египта показали. Там они бьют бичами, а здесь показывают, как они живут. То есть из хором египетского там фараона или там наместника. И когда Моисея посылают как инспектировать работы, как там работают евреи. Ну это может быть так и было, как он увидел насмотрщика. И он когда заходит вот на эту территорию, где они занимаются строительством, они ночью работают же, не только днем. И там все вот эти факела горят, они при свете там ходят, месят вот эту вот солому с глиной. Все грязные, изможденные такие худые доходяги. Где-то нашли столько еще этих актеров много. В таком рванье во всяком. И он на все это смотрит и потом заходит опять в этот дворец наместника. И как бы, так я не понял, ты чего как фараон-то живешь? Ты смотрел, как у тебя там люди-то работают? Ты там еды-то давал давно или... Ну то есть начинают вопросы задавать. А тут... Что такое? Типа я... Они же работают, я уже выполняю план вроде того. Ну и сразу такое идет ассоциация с нашим социалистическим недавним прошлым. Да и сейчас тоже. Почему зарплату-то людям не поднять бы? Ну почему? Дворцы строят, хоромы. Опять-то допустим, новости смотришь и там в какую-то провинцию послали 50 тонн продовольственной помощи. Да у нас самим продовольственную помощь посылать надо. А мы туда в Сирию посылаем, еще куда-то посылаем. И на таких машинах я тебе броневики показывал какие у нас. Ты видел? Фантастика какая-то. То ли для Марса готовят вторжение, то ли на Сатурн. Непонятно. Видал, как это не броневик, а какой-то космический корабль. Такой весь. Эти ладно, Тигр, там еще Тайфун, еще как-то. А это вот что такое? Вообще непонятно. Для чего он такой? Ходят Путину, объясняют, Путин по колесу побил. Что там Путин бить по колесу? Ясно, что колесо дороже, чем любых маленький провинциальный городок стоит. Разве так можно относиться к людям? Ну почему нельзя своих-то накормить сначала? И всегда так. Вроде бы тут дали немного свободы, люди начали как-то жить. Чик, начинает морозить все опять. Это нефтедолг, сейчас это с Зеленским опять начали с Украины. Сейчас, конечно, чтобы умастить их, дадут им очень маленькую плату за газ. Народу скажут там столько-то, а ему там меньше, чтобы он миролюбивый был. Умачивают так же, как и батьку Лукашенко умачивают. Вокруг всех умачивают, свой народ не умачивают. А ладно, стерпится как-нибудь. И опять гнобят. Ну это ладно сейчас. Ну при Сталине-то, при Ленином, что-то творилось. При Хрущеве-то, да дальше. Столько людей поубивали. Мы-то чем не рабы, такие же. Строим пирамиды эти. Гулага. До конца убрать его. Давай. Ты ходишь еще? О, второй. Может я не знаю, может 5-10 минут, нам было еще побольше подержать. Да, и так расстаиваться. Ну все, давай тогда, прекращаем, да? Да, все, слава Богу. Все, слава Богу за все, аминь.